Всем привет, друзья! С вами Кайсина Рубзи и добро пожаловать на новый Бравл, точнее анонс Бравл Толка, потому что прямо сейчас на официальном канале Бравл Старса появился долгожданный анонс Бравл Толка, который будет уже завтра, 25 июня в 18.00, а на моём канале вы сможете самые первые посмотреть Бравл Толк полностью на русском языке, поэтому заранее прошу каждого из вас прямо сейчас поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, а также не забудьте нажать на колокольчик, выбрать все уведомления, чтобы не пропускать новый контент, потому что у меня будет Бравл Толк на русском языке, разбор Бравл Толка и все его секреты, ну и конечно же, все новые сникпики, вы всё узнаете самые первые, А ещё, ребят, хочу вам напомнить, что как только в игре появится новый Бравл Пасс с новым Бравлером, с новыми скинами, наградами, я всё это буду разыгрывать для вас совершенно бесплатно в денежном эквиваленте и все конкурсы у меня проходят в Телеграме, поэтому заранее подпишитесь, чтобы всё это не пропускать, а мы сейчас с Медведем, с вот этим красавчиком Миха, кстати, если вы знаете, как его зовут, напишите в комментариях, для вас разберём, что же нас ждёт в этом Бравл Толке, Потому что длительность этого Бравл Толка, друзья, 7 минут 24 секунды, вы представляете, как это долго, что они туда засунули, я даже не знаю, ребята, 7 минут 24 секунды, просто жесть! Смотрите, мы с вами уже видим на картинке двух Бравлеров, нам говорят, что это Underwater Summer, это подводное лето, а название Бравл Толка Бравл Старс, Бравл Толк, новый Бравлер, ремодель и много изменений, друзья! То есть нас ожидает что-то невероятное, друзья, на 7,5 минут! Во-первых, мы с вами уже видим новый офигенный скин на Кальта, кстати, если вы хотели себе такой скин, поставьте лайк под этим видео и напишите, хотите вы себе такой скин или нет, ребята, мне кажется, он просто крутейший! Да, конечно же, он связан с подводной тематикой, а второй Бравлер, здесь непонятно, либо это Бравлер, либо это скин на Карла, почему-то по форме он похож на Карла, либо это именно тот Бравлер, потому что на фоне у нас есть осьминожки, скорее всего, это будет новый фон в Бравл Старсе после обновления, я бы хотел, потому что это прикольный, ребята, фон! Также мы сейчас с вами посмотрим, что же у нас разработчики написали в тегах, Бравл Старс, Мобил Гейм, всё понятно, Бравл Талк, Дипси Бравл, глубоководный Бравл, новый Бравлер, скины, игровое обновление, а также много изменений, ребята, то самое слово, то самое слово! И проуменс, ребята, то есть много изменений, также, помимо всего этого, у нас, ребята, в сообществе Бравл Старса вышла вот эта картинка, также вышла в Инсте, там в Твиттере, везде повыходила, мы сегодня с вами разберём целых две картинки, потому что буквально два дня назад тоже выходила картинка, я про неё ничего не говорил, потому что там было слишком мало информации, но сегодня мы сразу две картинки разберём, ребят! Вместе с Медведем мы всё это будем разбирать прямо сейчас, да, вы написали, как его зовут, или ещё нет? И угадайте, кто у меня стоит вон там? Угадали, кто это такой, а? Он есть на каждом Бравл Талке, я обязательно знаю, что он и завтра будет, а у меня он уже стоит, ребята, ждёт, ребята, готовый Бравл Талк! Смотрите, у нас с вами появилось несколько картинок, во-первых, это вот эта, которая сегодня, но была ещё вчерашняя, там, где у нас есть три Бравлера, сейчас мы её рассмотрим полным образом, потому что я её, скажем так, не разбирал, мы сейчас делаем это всё в прямом эфире вместе с вами. Здесь три Бравлера, это, конечно же, Пенни, Дэрил и Тик, который спит. Дэрил, кстати, с немного приоткрытым глазом, скорее всего, тоже спал, потому что они плыли на каком-то корабле, то есть они находятся в море, потому что это относится к новому обновлению, к новому Бравл Талку. Они плыли, нашли в воде бутылку, внутри был свёрток, они этот свёрток открыли, причём заметил этот свёрток, я так понимаю, Пенни. Они этот свёрток открыли, и здесь оказалась карта сокровищ, ребята, посмотрите, Пенни очень довольная, что-то она нашла невероятное, какое-то сокровище, и вот здесь, вот здесь она просто уплывает вдаль. Почему-то эти ребята, Тик и Дэрил, они не злятся на неё, они просто машут ей вслед, возможно, у Пенни появится новый скин, или её коснётся та самая ремодель, я пока не знаю, но она плывёт, и на спине у неё то ли рюкзак, то ли что, я не знаю, что-то интересное. Очень странная Пенни, но, ребята, здесь мало информации, а вот здесь, ребята, информации очень много, я хочу разобрать это всё по мелочам, с вами сейчас всё обсудить, но перед этим я хочу снять шапку, в ней невероятно жарко, и если бы я её не снял, я просто сейчас умру, ребята, от жары, на улице, конечно же, не так сейчас жарко, у нас идёт дождь, гром там фигачит, но я шапку сниму, мы останемся с Михалычем, он у меня есть, буду без шапки, ребят, смотрите, что у нас здесь появилось, Во-первых, огромное количество надписей, просто невероятное количество надписей, я попытаюсь разобрать всё до мелочей с самого левого верхнего угла и по порядку. Итак, что у нас здесь написано, написано Lucky, это удача, либо кто-то удачливый, друзья, дальше, конечно же, не обошлось без значка Bad Randoms, того самого легендарного ребята-дуэта, Точнее, триплета, потому что там находится Пока, Стю и Бас, это, конечно же, они любители писать всякие граффити, всё остальное, дальше, мы затянем пальму и букву Г, с чему бы это говорилось, я не знаю, да, конечно же, Эш пытается отмыть эти стены, кстати, кто оставил все эти граффити? То есть кто-то очень сильно любит граффити, не намёк ли это на нового бравлера, которого здесь труба торочит, мы ещё об этом поговорим, возможно, это труба Пэм, возможно, нового бравлера, но сейчас мы не об этом. Здесь есть звезда с глазом, возможно, новый бравлер будет похож на морскую звезду, потому что здесь их несколько, вот здесь ещё одна валяется морская звезда, как видите, то есть у нас их несколько морских звёзд, но здесь она с глазиком, я не понимаю. Здесь написано луп увеличение, если я не ошибаюсь, переводится, крэйзи написано, здесь надпись не видна, потому что там закрыл Эш своим щитом, потом какие-то странные трубы, какие-то глубоководные, или это подводные лодки, либо специальные водоросли, потому что у нас с вами подводное обновление. Здесь написано Vatching EU, то есть следит за тобой, то ли трубы, то ли новый бравлер, то ли что, опять звезда, ребята, ещё одна звезда, опять вот этот глазик, дальше ZO, я не знаю, Zoom, может, написано было. Конечно же, ребята, куда же без надписи Спайка, вон он красавчик стоит, вот там он на подоконнике ждёт уже Бравл Толк, ребята, так же, как и вы, если ждёте Бравл Толка, лайк поставьте прямо сейчас. Спайкушечка у нас присутствует везде. Дальше, вот эта надпись, либо это Rage, что означает злость, либо Race, что означает гонка, трасса, гонка, то есть вот такая. Дальше, вот это фиолетовое чудо, похоже на какую-то медузу с одним глазом, что это такое? Непонятно, написано Play. Что за Play, ребята? Также у нас с вами есть какой-то потёк краски, здесь это понятно, глубоководная рыба, у которой на голове есть такая светюлька, приманивает рыб и, конечно же, их пытается всех сожрать. Возмёжно? Возмёжно. Это скин Леона, ремодель, та самая, которая говорится в Бравл Толке, точнее, в анонсе Бравл Толка, и потому что у нас есть скин Леона Кула, и он не сильно популярный, возможно, его хотят переделывать, а, Михаил, как думаешь, переделывают его или нет? Так, смотрите, Рулес, Абус, Абус, или что это? Странно, Абус, я не знаю, что это за надпись, Рулес, Кул, Фиш, я немного шарю граффити в их переводах, поэтому мне легко это читать. Так, дальше, на фоне мы с вами видим, что Стар Парк, ребята, аттракционы Стар Парка, конечно же, ребята, куда же без него? Здесь надпись у нас, то ли я думал сначала Тара, но потом понял, что это Телк, то есть это Бравл Толк, ребята. Потом у нас с вами есть субмарина, очень странно, хотя нет, ребята, подводное же обновление. Есть вот это вот, конечно, Стар Парк, и вот эта надпись, ребята, смотрите, прямо напротив этого шланга, это О-О-ТИ-С, или О-ТИ-С, или О-ТИ-С, или О-ТИ-С, или О-ТИ-С, ребят, если я ошибаюсь, не знаю, возможно, это имя нового Бравля, но здесь реально писано О-ТИ-С, я немножко в этом понимаю, и если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, возможно, кто-то из вас знает граффити лучше, чем я. Также мы видим справа вот здесь кольцо Соггин-препятствий, возможно, это кольцо из парка СТУ, там, где проходят каскадерские разные штуки. Ну и, конечно же, самое центральное, да, ребята, забыл, Медуза, огромная Медуза валяется на полу, возможно, это просто из-за водного обновления, возможно, это скин на кого-то Медузы, либо сам Бравлер будет Медузой, но мне почему-то кажется, что он будет какой-то звездой. И вот этот шланг прямо в центре картинки, то есть прямо кричит, посмотри на меня, либо это шланг Пэм, но она стреляется у нас не водой, а шестеренками, либо шланг того самого нового Бравлера, который мы видели на картинке в Бравл Толке, ребята, то есть вот этот, который у нас со шлемом, вот этот, возможно, это его шланг, возможно, он оставил эти граффити, хотя какие граффити под водой, хотя какие граффити под водой, у нас же с вами Бравл Старс, ребята, здесь может быть все, что угодно, ребят, выдумать можно все, что угодно, в общем, смотрите, мы с вами ждем завтрашнего дня, в 18.00, на моем канале, сразу после Бравл Толка, выходит Бравл Толк на русском языке, вы его смотрите, мы его разбираем максимально подробно, он будет полностью на русском языке, чтобы вам было удобно, чтобы вы все поняли, чтобы вы самые первые все это посмотрели, ну а взамен я прошу вас, лайк поставьте, подпишитесь на канал обязательно, и колокольчик нажмите вон там, ребята, ну и комментарии, ну и все, код автора можете, и да, телеграмм обязательно, потому что там будут розыгрыши, ребята, всегда там проходят розыгрыши, даже посередине сезона бывают, разные скины, тоже заходите туда, всех люблю, все красавчики, всем удачи, покедова!